Друзья, всем привет! Очередные модули из Китая, 13 выпуск сегодня. Давно уже не было этой рубрики, много всего пришло за это время, и большую часть я вам сегодня покажу. Начнем давайте с сенсорных кнопок с подсветкой. Вот такой вот готовый модуль, сверху белая поверхность, не продавливается. Вот такая вот печатная плата. Вот она, сама управляющая микросхема. Я поначалу думал, что это TTP223, как и вот в этих кнопках в одном из прошлых моих роликов были. Но это на самом деле другая микросхема AT42QT1012, но в принципе работает не хуже. Кстати, по размерам примерно в два раза больше, чем вот эти вот мелкие красные кнопки. У меня RGB вариант подсветки, и такие кнопки я брать не рекомендую, лучше брать одноцветные. Сейчас подключу и покажу почему. Итак, я подал питание на кнопку, третья оставшаяся ножка это дискретный выход, в принципе к нему и подключена подсветка. Итак, короткое нажатие, прикосновение вернее. И вот что происходит с подсветкой. То есть в принципе туда запаян вместо обычного светодиода мигающий RGB светодиод. На мой взгляд это бессмысленно, лучше покупать эти кнопки одноцветные. Подсветка достаточно равномерная. Да, здесь локализуется источник света, локализуется отражение от противоположной грани. Но вот в середине кнопки довольно равномерное свечение. Кнопка работает в режиме триггера, то есть повторные прикосновения приводят к отключению и включению дискретного выхода, а также подсветки. Сейчас покажу как работает эта кнопка со стеклом от выключателей Ливола. В общем вот так все отрабатывает. Сенсор прекрасно работает через стекло. Получаем равномерно подсвеченное кольцо. И по размеру эти кнопки идеально подходят к этим стеклам. Давайте разберем одну из кнопок. Сверху пленка, никакого клеящего слоя здесь нет, это просто защита. Под белым рассеивателем видим что-то типа оргстекла, но с какой-то такой... Она не ребристая поверхность, но вот сами можете, наверное, заметить, что присутствуют такие точечки. Такое ощущение, что они прямо в теле этого оргстекла. Светодиод. Видно, что у него есть чип, который, собственно, реализует мигание. Ну и давайте стекло снимем. Вот сейчас хорошо заметно, что в стекле... А, вот, с этой стороны есть такие углубления, которые дают рассеивание. Ну, в целом, конструкция прикольная, я считаю. На плате тоже белый отражатель есть, наподобие того, что был поверх оргстекла. И вот она, площадка сенсора. Светодиод, в принципе, можно перепаять, но вот это всё обратно приклеить уже будет нормально, нереально. Поэтому лучше заказать сразу же одноцветную модель. Далее у нас TV-бокс Kada Swim. Не могу не показать его упаковку оригинальную. Выполнена она в виде такой списной книжки. Я даже сначала подумал, что это сувенир от Gearbest, но нет. Это такая оригинальная упаковка. Выполнена вот эта вот белая часть из какого-то спененного материала. И внутри нас ожидает сам TV-бокс и USB-C кабель, который используется для питания TV-бокса, а также для загрузки прошивок. Это первое поколение Kada Swim. Вим первый. Кроме того, это самая дешёвая версия его. То есть у неё всего 8 гигабайт встроенной флеш-памяти, в отличие от Pro-версии с 16 гигабайтами. И Wi-Fi здесь только 2,4 ГГц. Выполнен он на Amlogic S905X. Довольно шустрый мультимедийный процессор. Памяти здесь 2 ГБ, 4 микросхемы. И вот эта вот флеш-память встроенная, с которой он и грузится. У него есть также microSD флешка, но грузится он вот с этой флешки, которая распаяна на плате. Вот так он выглядит. USB 2.0 разъёмы. HDMI с поддержкой 4К. Ethernet 100 Мбит. И разъёмы расширения есть, куда выведены. По аналогии с Raspberry Pi множество GPO, разных интерфейсов. Есть три кнопки. Есть вот здесь инфракрасный приёмник. Ну и в принципе всё. Оригинальный корпус тоже вырезанный из акрила. У TV-Box нет никаких аудиоразъёмов, ни цифровых, ни аналоговых. То есть звук может выводиться либо через HDMI, либо через различные Bluetooth-аудиоустройства. Наушники, колонки и тому подобное. Пока мало что могу рассказать про этот TV-Box, он же мини-компьютер. Всего второй вечер его пока тестирую. Возможно, в будущем будет его полноценный обзор. Довольно интересное устройство. Я погонял этот TV-Box пару вечеров в режиме TV-приставки под Android TV. В целом всё понравилось. Кроме того, что не хватает оригинального культа, мышкой управлять Android TV, по крайней мере, непривычно. При воспроизведении мультимедиа контента процессор не перегревается, видимо, за счёт наличия аппаратного декодирования видео. Но при запуске ресурсоёмких приложений, напротив, перегревается очень быстро, начинает тротлиться и тормозить. То есть, если вы планируете запускать на нём какие-то ресурсоёмкие приложения, то систему охлаждения, очевидно, придётся как-то колхозить. Таких TV-Box'ов у меня два, абсолютно идентичных. Один из них останется у меня, будет участвовать в обзоре. Второй будет разыгран. Условия розыгрыша вы можете найти в описании к этому ролику. Поехали дальше. Следующий модуль – это радиоприёмник с цифровым управлением на базе микросхемы Silicon Labs SE4703. Это вот эта вот микросхемка. В принципе, является аналогом RDA5807, на котором у меня уже был обзор на канале. Тоже имеет стереовыход, управляется по интерфейсу E2C и поддерживает RDS. Также на плате модуля есть выходной усилитель. Это TPA61-11A2. И ещё этот модуль интересен тем, что предполагает использование кабеля наушников в качестве антенны. Вот она, эта дорожка пошла. И уходит под разъём. Попробую потестировать эту микросхему и сравнить качество приёма с RDA5807. Давайте пойдём дальше. Следующий модуль – это инфракрасный бесконтактный термометр. Построен он на базе сенсора MLX9615. И также с обратной стороны платы присутствует микроконтроллер STM8. Он здесь применён в качестве, ну, такого, можно сказать, шлюза. То есть у самого термометра E2C интерфейс. Также у него есть импульсный выход, режим импульсного выхода. И вот этот микроконтроллер, он либо по E2C обменивается, либо использует этот импульсный режим. Считывает показания температуры и выдаёт их по запросу на UART. Вот здесь на разъёме T и R, это TXRX. У меня уже было на канале видео про похожий инфракрасный термометр MLX9614. Он был раза в 2,5 крупнее, но у него были получше характеристики, чем у этого. В частности, диапазон измеряемых температур был шире и точность немного была лучше, хотя в диапазоне от 0 до плюс 50 градусов точность у них заявлена одинаковая. Угол обзора у него, как я понял, 80 градусов. Идёмте дальше. Следующий модуль – это видеокамера. Наверное, самая распространённая видеокамера, которую можно подключить к микроконтроллеру – это OmniVision OV7670. Вот такой вот модуль. Максимальное разрешение у неё 640 на 480, частота кадров до 30 фпс. Но, как вы понимаете, качеством она особо не блещет. Тем не менее, с ней не так-то просто ещё и работать. Управляется она по интерфейсу E2C, но данные нужно забирать с параллельного интерфейса, причём нужно их ещё успевать забирать, потому что внутри камеры эти данные не буферизируют. У неё есть пиксельный клок, по фронту которого нужно успевать эти данные забрать. Подключать такие камеры для получения максимальных характеристик рекомендуется либо к ПЛИСам, либо к сигнальникам или микроконтроллерам, у которых либо есть аппаратно реализованный параллельный интерфейс, либо хотя бы гибко настраиваемые ДМА с поддержкой работы с GPU. Бывают такие модули с буферной памятью, вот здесь отдельная микросхема в этом случае располагается. Это позволяет, если ваш микроконтроллер не успевает забрать данные, не терять информацию о пикселях, просто снижать FPS. Есть ещё одна сложность с этим модулем. Камеру нужно отдельно тактировать. У неё нет собственного тактового генератора. Нужно тактировать её частотой от 10 до 48 МГц. В общем, вот так выглядит сенсор. Размеры у него 3,5 на 4 мм, но чувствительная часть, как я понимаю, существенно меньше. То есть, часть площади занимает логика. Там довольно много сигнальной обработки. Ну вот, как-то так выглядит этот модуль. Далее у нас с вами отладочный набор на базе ESP32. Называется он M5Stack. Это уже вторая или третья версия подобного набора. Предыдущая была построена на двух отмегах. Отмега 32 и U4 в качестве основного процессора и от Мега 328 АП в качестве графического сапроцессора. Здесь же стоит ESP32. Есть дисплей. Он не сенсорный. Обычный TFT такого стандартного паршивого качества. Есть кнопки. Есть динамик 1-ваттный со своим усилителем. Вот это, как я понял, просто площадка для маркировки. Есть такие вот наклейки в комплекте, чтобы, если у вас несколько таких M5Stack Core, как они называются, вот эти модули Core, то можно их промаркировать, пронумеровать при помощи вот этих наклеек. Это кнопка включения и сброса. USB Type-C разъем для подачи питания и зарядки. У него, кстати, здесь есть встроенный аккумулятор. На этом USB разъеме внутри сидит USB UART. И он подключен к ESP32. Причем схема подключения полноценная. позволяет переводить ESP32 в режим программирования и полностью прошивать. То есть никакие перемычки не нужно ставить, никакие кнопки нажимать для прошивки. Очень удобно. Красный разъем для модулей стандарта Groove. На нем и 2C, и питание. Есть слот для microSD флешек. Как видите, по краям есть разъемы, к которым можно подключать, в том числе и дополнительные датчики. Все промаркировано. Вообще, очень понравилось внимание к мелочам у разработчиков. На задней стенке есть такие прорезиненные ножки. За ними, на самом деле, еще скрываются магниты. То есть это позволяет вот такой M5 Stack Core крепить к различным стальным конструкциям. Он легкий и поэтому легко удерживается при помощи магнитов. У меня этот модуль сейчас разряжен. Хотя я его буквально вчера заряжал. Видимо, стандартная демо-прошивка не особо экономит электроэнергию. Поэтому давайте сейчас мы его запитаем, и он включится. Качество динамика, можете слышать, не особо хорошее. Какой-то графический тест. Ну, частота обновлений дисплея высокая, это видно. Так, ну и выводит Wi-Fi-сети, которые доступны. И тест кнопок. Вот такое демо-приложение, загружено по умолчанию в него. Напоминаю, что у него есть аккумулятор, он здесь расположен. Но он очень маленький, и хватает его ненадолго. Давайте располовеним корпус. Где-то здесь есть специальный зацеп для этого. Вот это. Вот из таких двух частей состоит Core. Как видите, есть P32. На ней тоже все ноги подписаны. Что очень приятно. Есть разъем для дополнительного аккумулятора. Так, видим Wi-Fi-антенну специфической формы. Вот эти Core, кстати, тоже бывают разные. В 2018 году вышла новая версия, у которой дополнительная память оперативная есть, и еще определенный набор сенсоров дополнительных. Основной способ подключения модулей по принципу бутерброда. То есть к верхней части можно подключить такой же по размерам, но небольшой высоты какой-нибудь дополнительный радиомодуль, например. К нему еще, еще. Вот этот разъем при этом получается сквозной. И в конце можно вот эту заднюю часть прикрепить. Либо есть более крупные, с клавиатурами, например, базовые вот эти части задние. К задней части тоже можно подключать дополнительные датчики, сигналы при помощи вот этих разъемов по бокам. Ну, те, которые не заняты, по крайней мере. В комплекте идет вот такая небольшая плата для прототипирования. Ее можно установить в верхний модуль, таким образом. Но она уже не даст возможности подключить заднюю часть. То есть и питание придется подавать, либо через USB-C, либо через эти линии. И возможности по крепежу через магниты будут недоступны. И внутренний аккумулятор. Здесь заплата еще маленький, такой аккумулятор стоит. Модулей прослоек есть уже на данный момент довольно много. Это и радиомодули, лора, gprs, gps. Это и аккумуляторы, еще много всего. Можете сами ознакомиться с полным списком на сайте проекта. Мне лично проект этот понравился своим конструктивом. То, что отладочный комплект выглядит сразу же как законченное устройство. Мне понравился способ расширения. Он не портит внешний вид. И в то же время здесь нет никаких сложных решений. Также обратите внимание на уровень миниатюризации модуля Core. И на то, с каким вниманием к мелочам он выполнен. Я думаю, на этот модуль разработчики потратили большую часть своего времени. Больше всего вложили в него. Следующий модуль это датчик цвета. Построен он на сенсоре Taos TCS34725. Я уже показывал похожий модуль с импульсными выходами. Здесь же сенсор имеет E2C интерфейс. Несмотря на это, на обратной стороне присутствует STM-8, который играет роль шлюза. Собирает данные сенсора и выдает их по одному из двух интерфейсов. Либо по E2C, либо по E2C. Интерфейс переключается одной из этих двух перемычек. Чувствительным элементом сенсора являются фотодиоды. Здесь матрица из фотодиодов 3х4. Некоторые из них накрыты светофильтром. В итоге получаются четыре канала. Это RGB и канал белого. Мне не очень понятен вот этот конструктив, вот эта вот пластиковая рамка. Такое ощущение, что сюда может быть накручена какая-то оптическая система. Но тогда непонятно, почему подсветка остается внутри. Ну и вот так все выглядит без пластиковой оправки. Давайте пойдем дальше. Далее у нас сегментный дисплей с подсветкой. Здесь шесть знакомест семисегментных с точкой. Также отдельная шкала есть из трех сегментов. И значок аккумулятора. Мне не столько интересен сам этот дисплей, сколько интересен контроллер дисплея. Здесь стоит довольно распространенный и много где применяемый Haltec HT1621. И вот его как раз и хотелось бы поковырять, написать для него библиотечку и обеспечить совместимость сразу же с большим количеством дисплеев. Контроллер дисплея использует SPI интерфейс. На дисплее есть одна перемычка, при помощи которой можно задействовать отдельное управление подсветкой. По умолчанию подсветка включается вместе со всем дисплеем. Еще один простой модуль – это вот такой вот 16-канальный релейный модуль. Каждый канал имеет нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Есть индивидуальный индикатор для каждого канала. Управляющая часть построена на оптопарах на входе и у ЛНКИ 2803. У меня модуль 5-ти вольтовый, поэтому реле стоят 5-ти вольтовые. И вот здесь вот отсутствует импульсный стабилизатор в случае с 12-ти и 24-х вольтовыми моделями. Здесь должен стоять стабилизатор с обвязкой. И реле в этом случае ставится на соответствующее напряжение. Реле включается при подаче земли на управляющие входы. И потребление, когда включены все реле, составляет примерно 920 мА. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас лазерный лидар от компании Slumtec. Это модель А1, можно сказать, младшая модель. Тем не менее, вот такую премиальную упаковку она имеет. И стоит недешево, около 200 долларов. Вот он сам лидар. У лидара есть голова вращающаяся, которая производит измерение расстояний до объекта. Но поскольку она вращается и делает большое количество таких измерений, это позволяет на выходе получить картинку, состоящую из точек, характеризующую расстояние до ближайших объектов, ну, со всех сторон, в плоскости вращения головы. В принципе, 3D-сканеры некоторые строятся по тому же принципу, только голова еще смещается и вертикально тоже. Применяют их часто в системах управления роботами, робототехническими различными системами, робомобилями. Ну, там, естественно, другие лидары применяются с другими характеристиками, с другим исполнением. Здесь это больше как отладочный набор, либо лидар для какого-нибудь робота. Но в промышленности, в автомобилях ставятся уже другие варианты, конечно же. Голову вращает вот этот вот мотор через простую вот такую ременную, можно сказать, передачу. Оборотами этого мотора можно управлять при помощи шима. Есть специальный вход. И при помощи регулировки оборотов можно варьировать характеристики лидара. Снизив обороты, можно увеличить количество точек измерения на один оборот, но при этом снизится количество оборотов в секунду. Либо можно увеличить скорость вращения, при этом увеличится количество оборотов в секунду, но снизится разрешение, снизится количество точек на один оборот. Ну, то есть детализация, можно сказать. Способ измерения расстояния основан на методе лазерной триангуляции. То есть на голове можно увидеть два окошка. Одно поменьше, другое широкое. Здесь расположен лазер инфракрасный. По сути он играет роль лазерной указки. Его задача сформировать на поверхности отдаленного объекта светящуюся в инфракрасном диапазоне точку. И во втором окошке расположена инфракрасная камера. Ее задача определить положение по горизонтали светящейся точки, которая отражена от удаленного объекта. По положению этой точки можно рассчитать, исходя из простого треугольника, рассчитать расстояние до объекта. Как я понимаю, у этой камеры используется лишь малая часть матрицы, небольшая по высоте и максимально большая по количеству точек по ширине. Для того, чтобы достаточно точно измерять расстояние. Как видите, сам принцип достаточно простой, но есть сложности, связанные с тем, что подобные измерения нужно производить очень часто. Конкретно вот эта модель делает 2000 измерений в секунду. И это младшая модель. У старших моделей этот показатель доходит до 16000 измерений в секунду. Ну, в общем, задача не такая простая, как кажется. Хотя предпосылки к удешевлению, я считаю, здесь есть. В комплекте идет кабель подключения. И здесь у нас USB UART, по сути, с micro-USB разъемом. Также здесь на ножку управления мотором заведена одна из линий компорта. Ну, видимо, софт, который, кстати, тоже есть готовый для демонстрации. Наверняка софт использует эту ножку для генерации шима для управления мотором. А может быть не шима, может просто дискретный уровень держит для постоянной скорости. Обязательно его потестируем и разберем, посмотрим, как он внутри конструктивно устроен. Ну, ладно, давайте двигаться дальше. Далее у нас с вами модуль резервного питания для Raspberry Pi. Ну, то есть вот эта вот синяя плата с аккумулятором. Там небольшая схема есть. Со стойками, вот с этим вот крепежом. В принципе, ее можно использовать не только с Raspberry Pi, вообще с любым мини-компьютером, и не только с мини-компьютерами. У него принцип работы простой, и с Raspberry его объединяет только расположение крепежных отверстий и общие размеры платы печатной. Я тестировал этот модуль с Raspberry Pi второго поколения. Ну, правда, просто был загружен рабочий стол, никакой дополнительной нагрузки не было. И Raspberry Pi второй продержался от полностью заряженного аккумулятора почти 10 часов. 9 часов 40 с чем-то там минут. Вполне достойный результат, я считаю. С учетом использования более мощного мини-компьютера и еще какой-нибудь периферии, несколько часов легко обеспечит, я думаю, этот модуль. У него аккумулятор на 3800 мАч. 3,7 В. Зарядный ток 1,2 А. На нагрузку он выдает почти 2 А. Далее срабатывает защита. Заряжается он через вот этот microUSB разъем, и вот это два выходных USB-A разъема. Собственно, через них и запитывается Raspberry Pi вот таким вот коротким кабелем. Вот сюда или вот сюда. Вот здесь на плате есть выключатель этого модуля питания. Когда его включаешь, загорается зеленый индикатор Power. Также здесь вот есть красный индикатор, который свидетельствует о зарядке. Ну, в общем, вот такой вот модуль. Не знаю, буду ли я его использовать у себя. Надо как-то его разместить и закрепить. Ну, посмотрим, в общем. Далее у нас с вами дисплей на электронных чернилах. Помимо всего прочего, он интересен тем, что он на самом деле двухцветный. Или как указывает производитель, что он трехцветный, но он считает еще и белый цвет. В общем, дисплей можно закрашивать черным цветом и красным. Я уже давно ищу подобные дисплеи, но все они имеют вот такой вот разъем, которому неудобно паяться. Как правило, нет никакой документации. Хотя на рынке они есть уже давно и стоят, в принципе, стоя или недорого. Ну, вот появились вот такие вот комплекты с переходником. Переходник выполнен под какую-то отладочную плату. Сейчас не помню какую. По сути он пассивный. Просто с одного разъема на другой. Дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма, разрешение 264 на 176 точек. Производитель Good Display. У него в каталоге есть большое количество разных вариаций с разной диагональю. В принципе, вот эта плата достаточно универсальна. Она к многим дисплеям подходит. И можно разный дисплей через переходник этот подключать. Здесь, как я уже сказал, никакой логики нет. Контроллер дисплея располагается здесь, где-то на его подложке. Контроллер дисплея здесь EL91874. На него есть полная хорошая документация. Здесь интерфейс SPI. В принципе, с запуском никаких сложностей особых не должно быть. Дисплей был очень хорошо упакован в две картонные коробки. Весь проложен был мягкими материалами. Были они с этим переходником приклеены в углублениях. Приклеены скотчем. В общем, повредить при транспортировке было бы сложно его. Но самое обидное, что я практически сразу, как только распаковал, умудрился его уронить. Он упал на угол и скололся вот этот вот край. Под микроскопом все выглядит не очень хорошо. Но, как я понял, повреждена только вот одна вот эта дорожка, которая идет по периметру. И она здесь закольцована. Так что я думаю, что дисплей остался в живых. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Если так, то обязательно будет про него обзор. Кстати, под микроскопом его очень интересно разглядывать. Вот с этой стороны видно, что от контроллера, который вот здесь расположен, идут дорожки. Настройки и столбцы. И с лицевой стороны видно такую сетчатую структуру, состоящую из сегментов шестигранных. Вот вы сейчас видите на экранах. Тоже никогда не разглядывал E-Ink дисплея. Очень было интересно увидеть, как они выглядят под микроскопом. Прежде чем продолжим, хочу показать некоторые прикольные материалы, которые я купил. Вот этот вот белый материал я впервые увидел в светодиодном модуле «Сановка», на которой недавно был обзор месяца три назад. Там при помощи этого материала прикреплена была плата. Ну, я ее часто снимал. Там мне нужно было перепаять, перепрошить ей спишку. И в итоге клеящий слой пришел в негодность. Это двухсторонний такой материал. Я решил купить его себе на будущее тоже. На этот материал удобно крепить небольшие платы. Точнее, не то, что небольшие, а если у них нет на них каких-то тяжелых компонентов и нет устройства каких-то повышенных выбор нагрузок. Отличный клеящий слой, держит хорошо. И вот такой еще взял материал. У него клеящий слой только с одной стороны. Он из такого пористого материала. Тоже служит таким демпфером и изолятором одновременно. Далее у нас с вами гальванический изолятор на ADM3160. Он упакован вот в такую термоусадку. Давайте я сразу ее сниму. Вот так выглядят платы без термоусадки. И теперь можем детально рассмотреть компоненты и плату. Основные компоненты здесь – это сама гальваническая развязка сигналов. Аналог девайсовская ADUM3160. ADM3160, она трансформаторная. И по питанию, изоляцию производит вот такой вот DC-DC. То есть вход 5 вольт и выход 5 вольт. Мощность 1 ватт. То есть в принципе мощное USB-устройство через такой изолятор запитать не получится. Можно, конечно, DC-DC поменять, но тут уже придется колхозить. Вот этот переключатель переключает скорость USB. У вот этих ADUM3160 есть дискретный вход логическим уровнем, на котором задается скорость работы USB. Причем этот сигнал есть как на неизолированной части, так и на изолированной. Поэтому в разных платах изоляторов сделано по-разному. В самом простейшем случае два джампера стоит, которые нужно одновременно устанавливать и снимать с обеих сторон. Здесь китайцы сделали, как мне кажется, более качественное решение. То есть с левой стороны они этот сигнал через оптопару прокинули направо, чтобы не делать два выключателя. Но на практике все оказалось не так красиво. Если медленные устройства типа USB-мышек, клавиатур, флешек работают нормально с таким изолятором, то высокоскоростные устройства, которые гонят плотный поток через USB, они работают плохо. В частности, вот эти вот два логических анализатора понижают скорость сбора данных. Принудительно, по-моему, максимальную дает выставить 500 кГц. Но покупал-то я эти изоляторы для осциллографа хантековского своего USB-шного. И с ним вообще получилась какая-то неприятность. Пока я экспериментировал с этими развязками, я планировал запитать его от павербанка и интерфейс протащить через вот этот вот изолятор. Так вот, пока я экспериментировал, дергал USB-порты, осциллограф впал в какое-то непонятное состояние. Сейчас ставятся на него драйвера, но сам он не работает, софт его не опознает. В общем, проблема какая-то возникла на ровном месте. Техподдержка пока не ответила. На форумах я пока глубоко не лазил. Но вот такая вот произошла неприятность. Осциллограф в данный момент не рабочий. Ну и последний модуль на сегодня – это OLED-дисплей на контроллере SSD 1306. Да, они у меня уже были на канале, был полноценный обзор на подобные дисплеи. Многим они нравятся. Они, кстати, за последнее время сильно подешевели. Но почему я его купил? Я купил не только его, я купил их 11 штук. Буду я делать из них стенд для ресурсного теста OLED-дисплеев. Также я купил бредборда в пачку. В общем, буквально завтра буду собирать стенд. Цель – протестировать, насколько хватит подобных дисплеев в случае, если выводить на них статическую картинку на полной яркости. Многие слышали, я думаю, что OLED-дисплеи выгорают, особенно на статике. Вот и будем проверять, насколько их хватит и как именно будут проявляться неисправности. Кстати, как оказалось, вот эти вот дисплеи, которые я купил недавно, отличаются от тех, которые я покупал ранее, в частности, шлейфом. Если раньше он был 30-ти пиновый, то сейчас 20-ти пиновый, и сама плата, соответственно, тоже изменилась. На этом на сегодня у меня всё. Я благодарю вас за просмотр этого ролика до конца. Желаю всем, как всегда, удачи и успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok